Всем доброе утро, мои хорошие! Начинаем новый влог. И влог у нас начинается с не очень хороших новостей. Дэнни сегодня проснулся с каким-то лающим, ужасным кашлем. Блин, аж, знаете, он кашляет, а я аж вздрагиваю, думаю, боже мой, что за звук? Знаете, прям как будто, ну прям вот и хрипота, и сиплость голоса, и все. И я, конечно же, сегодня позвонила, записала. Хотела к лору записаться, к нашему, ну потому что я знаю нашего врача лора. Ну вроде ухо, горло, да, горло, кашель. А по телефону администратор сказал, что к педиатру, потому что кашель, лор типа не занимается что ли кашлем и так далее. Тем более она лечит сегодня здоровых деток. А на приеме там есть педиатр, который, ну короче, специальный вход, если детки болеют, а там есть специальный вход, там все так на дистанции, все аккуратно, короче, в разные комнаты раскладывают людей. Короче, там ни с кем не пересекаешься даже, когда нас приводят. Говорит, сходите к педиатру. А наша педиатра, к которому я хожу, она на Северном работает, и она сегодня не работает. И на Северном говорит, что-то вообще там, то ли приемы, приемы как-то сложно записаться, не знаю, короче, что. Я говорю, ну давайте, попробуем к новому педиатру пойти, да, все-таки посмотрю, как работает. Ну, короче, я переживаю, и утром у него прям часто-часто кашлял, сейчас вроде меньше кашляет. Вот, насморк закапало, вроде нет. Ну, короче, прям, знаете, такой, мама, мама. Страшно, ужас. Надо что-то делать. А я еще почитала в интернет, залезла, блин, такая, типа, лающий кашель у ребенка. И просто там сразу такой трошняк пишут. Не-не-не, думаю, выключу, пойду к врачу. Вот, так что у нас через полтора часа запись. Секси Крис у нас на кухне пьет водичку, монтирует видео. Тебе сколько? Чуть-чуть осталось уже? Да, я поменяю просто. Все, я чуть-чуть осталась. Вложик уже сейчас выпустит на канал. А я для вас на канал готовлю новые видео. В ближайшее время, сейчас праздники, будет у нас эфир с моими песнями. Кто не слышал мои песни, у меня будет, ну, такое, знаете, на час песен накидала. И там и ковера, и мои песни. Вначале там мои песни идут, которые я писала. Не все, кстати, потому что не все они огранены аранжировочкой, да, и моим прекрасным голосом. Вот, пока что они только еще такие сырые. Я их не стала вносить в список, да. И дальше там несколько коверов, которые мне нравятся. Такие, ну, на мой взгляд, можно послушать. Вот, и, короче, программа на час, как говорится, но она будет крутиться вот так вот. Может быть, пару дней поставлю. Ну, пока праздники. А потом следующий эфир будет у нас наш отдых с Кристиной в Бельгии. Как мы отдыхали пять дней, один за одним. Вот, мы сами с удовольствием посмотрим, как мы там отдыхали. И это прикольное воспоминание. Ну, и кто не смотрел тогда еще нас, кто пропустил, как мы тусили в Бельгии, как Кристина потеряла паспорт. Как мы плакали там, я не знаю, как мы бежали из этого замка, который я там арендовала сначала. И потом просто у меня, ну, просто там настолько страшное место, посмотрите. Мы оттуда бежали, мы каждый день в разных гостиницах спали, путешествовали на этой машинке. Короче, вообще трэш-жесть. Ну, это крутые воспоминания о Бельгии. Еще я не позаботилась о себе и не взяла себе кофе. У меня оставалось вот так вот кофе. И я его разбавила с водой. Сделала кофе. Он какой-то водянистый такой. Я, наверное, побегу сейчас в магазин. Я надеюсь, они, блин, заказали, потому что я последнюю бутылку взяла в магазине здесь. Они заказывают для меня кофе. Ой, это, заказывают для меня молоко. И только я, походу, это молоко и покупаю у них. Все, его разобрала, говорю, давайте заказывайте. Ну, вроде парень сфотографировал, но не знаю, привезли или нет. Жалко, телефона нет, позвонила бы. Так, мы сели, Кристинку оставили дома. Она там занимается делами. Мы едем к врачу. И еще сегодня позвонила маме. Говорю, мамуль, может, ты с малышом вечерком останешься. Посидишь, ну, часа три. А мы сходим в кино с Кристинкой. Потому что я ее давно уже не приглашала к себе домой. Вот, и как раз брат с невесткой и с племянницей уехали на море. Но они ненадолго, я так поняла. Они уже сегодня возвращаются. На выходные поехали. Вот, и в кино... Я понимаю, что Денька, наверное, еще не высидит в кино. Вот, и так как он себя так непонятно чувствует, лучше ему остаться дома. Ну, сейчас мы у врача узнаем вообще, что как, может, еще и планы поменяются. Это так, предварительно просто. А мы уже просто в кино собираемся, собираемся сходить. Кристина говорит, давай днем сходим, в будний. Я говорю, днем надо работать. Не знаю, у меня какой-то настрой такой, что вот в будние дни, пока День в садике, вот просто в кино сходить для меня, это как будто, знаете, просто про шляпи день. В выходные, да, в выходные можно, а в будние нет, нельзя, нужно работать. Встал, все, снимаешь, монтируешь, куда-то поехал, именно все, что связано по делам. И только в крайних случаях, в будние, вот мы поехали в СПА тогда, да, просто чтобы маму не звать лишний раз, мы поехали днем в СПА, так целый день у нас ушел на этот СПА. Мы проснулись пока, ну, что-то там поделали, как бы, важные дела, да, до 12, и все, и уже выехали в этот СПА. И мы уже оттуда за Денькой скорее-скорей, то есть целый день мы ничем, считай, не занимались. Вот, а для меня это неприемлемо в будни. Ну, такая установка, мне кажется, это лучше. Немного дисциплины, знаете, как в будни работаешь, в выходные как все отдыхаешь. Прикольно вообще ощущать себя, как бы, вот, со всем миром, да. Ну, как бы, понятно, что, ну, 90% вот так и живут. И как-то такое ощущение, все отдыхают, и ты отдыхаешь хорошо. Но, тем не менее, в любой момент можно себе позволить, конечно, в будни, но лучше больше дисциплины. Поэтому сегодня воскресенье, хотя у нас еще выходные впереди, но просто тоже маму не хочется все время беспокоить. А если Денька сейчас себя плохо чувствует, мама еще говорит, что в Москве праздники вообще эти продлили, там, на неделю или что. И, возможно, и здесь у нас. И, короче говоря, неизвестно, что будет с этими выходными. Я буду с Денькой, если он сейчас плохо себя будет чувствовать, то мы будем дома сидеть и работать. Поэтому пока есть возможность, пока еще непонятно, как, что, да. Нужно сходить в кино. Вот. Короче, идем. Животик проверял. Сто вам нет проблем? Нет, ходит хорошо. Нет. Все отлично. Так. Давай горлышко смотреть, давай. А, он горлышко так откроет даже. Можете попробовать. Так, ну что, сходили мы. Ну, в целом все хорошо. Да, кашель такой страшный. Она говорит, прям надо ингаляции, говорит. Если бы не такой был страшный, я бы вам ничего не прописывала даже. Ну, как бы кашель такой надо 2-3 дня, прям надо. Вот, сделать. Утром, вечером прописали нам, знаете, что? Вот такую вот штуку. Пульмикорт, будисанит. Вот так вот. И здесь, я так понимаю, сразу, знаете, по 2 мл такие штучки. Их не надо ничем разводить. Прям дозировка та, которая нужна. И прям сразу в ингалятор. И все. И подышать. Вот, говорит, 2 дня, 2-3 дня, смотрите там сами. Температуры нет. Горло не... Ну, как бы чуть-чуть, может, розовенькое, но нет налета. Лимфоузлы в порядке. Но нос заглянул, они красные. С ушами все нормально. То есть, ну, он бодр. Как бы все нормально. Вот единственное кашель. Я думаю, что мы сейчас поделаем. И даже сегодня, завтра уже кашель уйдет. И даже не нужно будет справку брать. Потому что и соплей-то у нас нету особо. Чуть-чуть закладывает носик. Я ему, допустим, его, ну, попшикала, да, и все. Как бы у него сопли не текут. Нос не заложен. Ни зеленые, ни прозрачные даже. Нет соплей. Но она сказала, надо наблюдать. Повторную нам явку сделала. Но говорит, ну, как бы, может и температура подняться. По-разному все протекает, да. Может и не подняться. Ну, в общем, вот так. Ну, и, как всегда, если температура поднимется выше 38 с половиной, тогда мы снижаем это все дело марафеном. Так, ну все, мои хорошие. Мы еще с Денькой зашли в фикс прайс. И для второго канала набрали для видео очень много всего нового. Фикс прайс порадовал в этот раз. Так что будет видео. Подписывайтесь на второй канал. Кристинка, наверное, думает, куда они пропали. У нас часа два не было. Я еще взяла там блинчик. Стой, День. Я еще взяла там блинчик. Я говорю, можно он у вас пока полежит? Мы в фикс прайс ходим. Возвращаемся за блинчиком. Она такая говорит, я думала, вы про него забыли. Я говорю, да нет, просто фикс прайс. И пока там снимешь. Пока взяла два пакета огромных. В общем, ах. Все, идем и узнаем у Кристины. Вообще она заметила, что нас так долго нет? Хотела показать вам еще, как я была сегодня одета. Смотрите, это клешоные такие штаники. Но на улице такая жара, что очень жарко. Такая, знаешь, я прямо из 90-х оделась. Вот такая вот сегодня была чекулечка. Ой, а Кристина встречает нас. Хлеб да соль. Хлеб да соль. И кувшин. Ты вообще заметила, что нас не было долго? Очень долго. Ну что такое там, а? Вроде бы записывались. И как ты думаешь, где мы были? Я вижу пакеты, я вижу, что много еды. Я думала, что мы были в магазине. Да. Зашли за блинчиком. Это я с порога услышала. Да. Мы купили Деньке блинчик, а Кристина нас встречает за пеканкой. А я вас хлебом с Олей встречала. Так, вот такая вот штучка. Сейчас мы ее все выльем. Вот сюда. Будем ангалировать. Теперь у нас Денька с ангаляцией. Нормально? А ты боялся? Боялся и не хотел идти. А оно не больно и не страшно, да? Смотрите. Сейчас чуточки дам. А Кристина улучшится. Тоже такое ухажется. Она нужна вообще. Да, она уже столько раз нам пригодилась. Я ее купила тоже взрослым детям. Ну что, мы наконец-таки вышли из дома. Мама Чу... А я ее сняла. А я даже маму Чули вам не показалась. А счастье. А, потому что Кристина ее долго снимала. Я подумала, как будто мы уже снялись. Я ее сняла вообще в конце. Мама Чули вообще зашла, снимала тоже. И мама снималась. Ты могла снимать вообще еще раньше. Потому что я была вообще-то накрашена. Потом я побежала Деньку. Я потому что снимала. Я уже в конце две секунды говорю. Все, мы уходим. Я же тебя не винию, что ты потому что снимала. А я к тому, что... Ты меня винила. Мама не сняла. Ё-моё. Представляете? И сажусь такая... Смотрите, у меня лилио, мама Чули. Да, Кристина сняла, короче, вместо меня мама. А я приду, сниму ее. Как мы уходили. Кристина сняла, а как мы его придем, я сниму. Короче, мама осталась с Денечкой. Отпустила нас с Кристиной в кино. Мы уже забронировали билетики. И едем наконец-таки на Круэллу. На что? Круэлла. Ну я вообще не знаю. Что это? Ну что-то интересненькое. Ну какой жанр? Не знаю. Вообще. Ура, мы приехали в торговый центр. Здесь как всегда народу нет. Кристофер Робин говорит, пойдем в маки пожрем. Я говорю, я говорю, Крис, ну как с тобой дружить? Ты все время меня соблазняешь на мак. Скоро я буду XXL размером. А Кристиан говорит, живем один раз. Причем здесь ты связываешь, как будто бы тебе какую-то крайность. Сейчас, да и вообще в принципе, нужно быть здоровым, с розовыми щечками. Округлости должны быть всегда были на картинах. В макдональдсе априори это нездоровая еда. В смысле? Там ты же сама знаешь, мясо закупаешь. Мясо, миротор. Нет, миротор. Все нормально. Булочки. Раньше американские. Подожди, да, да. Почему они американские готовят на глазах? Собирают перчаток. Это самая лучшая. Здоровая еда. Здоровая, натуральная, априродная еда. Слушай, мы мне не делаем. Морковка. Подавишься. Нет, там в макдональдсе есть. В макдональдсе есть здоровая еда, но не делаем ли мы пропаганду нездорового питания. Слушай, ну это каждому решать. Есть или не есть. Но мы выбираем. Макдональдс. Сколько нам заплатили за эту рекламу? Все, что значит, все, что ты говоришь, это зло. Все, что тебе нравится, и ты говоришь, это что сразу реклама. Я была бы миллионером. Просто есть такие бренды, и люди, которые мы себя так поставили в этом мире, в этой жизни, что они могут нравиться. И допустим, макдональдс, на мой взгляд, я его сейчас не пропагандирую, не рекламирую. Уже много всяких бургерных, там еще, я не знаю, я даже не знаю их названия, но их очень много. Но макдональдс, по-моему, никто. Вот он так это все организовал. А еще это Кинг, подожди, Кинг. Что это Кинг? Вот видишь, Кинг, у меня брат тоже как Кинг, там что-то. Ки-Ф-Си, да? Кинки. Нет, есть Ки-Ф-Си. Может, потому что мы родились вот когда. Есть Бургер Кинг. Вот, Бургер Кинг. Ну, как бы так. Да, такие известные тоже, но. Короче, это не здоровое питание. Понятно все, понятно. Это уже, да, пропаганда, реклама. Как же я люблю вот это вот погулять по пустому торговому центру. Никого нет, музыка не долбит. Вот тебе поющий фонтанчик. Кристинка вечно тут на умнике. Видишь, на умнике. Ну, что только что говорили. Еще. Еще говорим. Смотри, как красиво сделали вообще. Витрина, мне нравится. Я кайфую. Мне вот чисто можно в кино не идти, просто погулять тут. Походить. Смотрите, кто к нам прилетел. Ой, те пози-мойтики. Ой, те пози-сладкие. Кристинка хороший человек, притягивает голубей. Говорят. Это не голуби, это кто? Это воробушки, да? Говорят, если птички прилетают, это кто-то из твоих умерших близких. Да? Ну, поприлетали к тебе. Много у тебя ехать? Ты много поприлетала? Много? Трое было. Ну, один он засел прям. И одного. Улетел. Вон они втроем сидят, они по трое гуляют. Гуляют. Короче, да, мы в Маке, и Кристина заставила мороженое меня купить. И бургеры. Я не хотела. Долби Атмос. Мы уже пришли, и мы с собой все взяли. Ла-ла. Не, мы там поели и чуть-чуть с собой взяли. Ла-ла. 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 Короче, смотрела я фильм без Кристины. Крис, что ты ушла раньше времени? Что ты раньше времени ушла? Что раньше? Ну, я полфильма без тебя смотрела. Что ты тут стояла? Что делала? Ну, ты думаешь, что в туалету светят, али побежали и все. Я успела сходить. Ты спал фильмов? Ну, да. По большому, что ли, ходила? По большому? По большому и по среднему. По всем, да, направлениям? Чтобы домой. Дома, энергия. Свет везде хожу, сиреней выключаю. А я досмотрела фильм, мне понравился. Рекомендую. Ну, Кристианке нечего сказать, естественно, да? О фильме. Мое. У меня видео. Скажи, потом это на ютубчике бесплатно выйдет, досмотришь, потом зато в туалет сходила. Зато в туалет. Живот не болит. Про зло смотреть. Нет, я люблю про зло. Но здоровье важнее. Она любит про зло смотреть. Это был не очень злой фильм. Она говорит, ну, что такое, вот пила бы, вот пила, убийство. Пилатес, думаю, пила, пила. Пила бы, в смысле, с бокалом пила бы. Вот пила, тос, вот это вот, да. Вот пила, это страшно. Что-то... Тем более праздники, вот пила бы. Что-то тогда бы сто минуты просто смотрела. Вот если бы пила бы. И ты еще смотря что. И смотрела бы пила, тос. Вот это было бы зло. А это так. И пошла в туалет. Ну вот, первый раз боялся, а теперь сам держит уже, да? Уже нравится. Дышать. А первый раз стоял в углу, там не подходил. Уже. Я не боюсь. Я тоже могу подышать, но дышать должен ты, потому что кашляешь ты, День. Так, где... Вот так, залазь сюда. Носик, вот. Дыши. Все, короче. Опять я маму не успела снять, Кристина. А ты ее успела снять, и ты не успела. Трындец. Мама, у меня метеор, я ее не успела снять, представляете? Короче, она ускакала уже, все. Говорит, устала. Мне нужна тишина. Мы ее отпустили быстренько. Завтра, кстати, я на ногти записалась, девочки. Мне наконец-таки будут новые ноготочки. Еще не знаю, что будет. Посмотрим. Может, что-то мастер посоветует. Пойду туда же, где и была, только к другому мастеру, потому что моя в отпуске. Хотя она уже через пару дней выйдет, но у меня уже каждый день на счету. У меня так они отросли, а времени нет. Поэтому, как возможность появилась, я сразу записалась. Но они вместе рядом работают. Главное, что место тоже мне нравится, что место хорошее. Там и машину припарковать, можно и кофеек купить, моя любимая. Это центр города. Мы с Денькой пойдем вместе. А Кристина будет делами дома заниматься. Спокойной ночи. Все, выключаем мультики. Ложимся спать. Все, мои хорошие, сегодня был очередной прекрасный день. Кристишенька пошла спать. Мы привели личико в порядок нашу, очистили, намазали всякими там штучками разными и ложимся спать. Завтра, как я и говорила, я на ноготочке записана. Кристина будет заниматься делами. Ну, в первой половине мы вместе будем. Во второй половине мы уже поедем с Денькой. Вот. А Кристинку оставим. Может, она что-то подснимет здесь, занимается. В общем, у меня будет свободное время от нас. Вот. В общем, увидимся завтра. Спокойной ночи. Ну что, всем доброе утречко. Мы проснулись. День второй. Я уже какой день? Второй или третий никак не могу себе молока купить. Представляете, я вчера толком кофе не попила. Но сегодня я не хочу уже вот так вот, знаете, непонятно как. Хочу нормально кофе свой попить, любимый. Уже потихонечку откашливается. Сейчас, короче, пойду схожу за молочком. Надеюсь, что в этот магазин, в который привозят лично для меня молоко, его привезли. Если не привезли, там, по-моему, другие фирмы есть какие-то. Ну, возьму одну на пробу. Денечке сделала макарошки с сыром. Сейчас он покушает пока. Кристи показывать не буду. Она в труселях сидит. Вот. И, короче, сейчас я приду. В футболке. Они при ребенке не возьмутся. А, ну, она в труселях, в длинной футболке, но тем не менее. Вид только для своих. Вид только для своих. Так, Кристи накормит Милочку. Пока там остывает ее еда из холодильника. Ну, чтобы не совсем холодная была, то простынет еще. Я побежала. Страшный кашель. Я побежала за молоком. Ну, вот, куча всякого разного есть молока, но не моего. Ну, ладно, соя есть Альпра и соя есть Грин Милк. Разница, ну, в цене 50 рублей где-то. Но, по-моему, Альпра жирноватый мне. Вот Грин Милк. Сейчас посмотрю. Такая крутая сейчас погода. Взяла Грин Милк, короче, сейчас попробую его. Но вообще мне, кроме моего здорового меню, молока вообще ничего не нравится. Все жирное, мне кажется. И сегодня день блогера. Мне мама скидывает картинку, что сегодня день блогера. Поздравляет меня. Я ее поздравляю. Следом, буквально через секунду, скидывает Кристина. Поздравляет меня с днем блогера. Я говорю, слушайте, сегодня день блогера. Так надо затусить. Вообще, погода шикарная. И хочется, если честно, прям вообще куда-то рвануть. Куда-то вот к воде. Ну, вряд ли купаться сейчас можно. И Денька ощущает такой простывший, да? Но как-то чего-то, я не знаю. Там можно шашлыки рвануть. В казачьи. А? И там круто. Как вариант. Может, и маму взять? Так, только... Только когда? Мне в 15.30. Ногти. Сейчас спрошу, может, окошка там раньше появилась? Вот видите, вот так вот день, когда делишь, там, ногтями или солярием, или еще чем-нибудь. Все, уже не можешь. В первой половине мало времени, но надо раскачаться, проснуться. А во второй половине уже вечер, как бы, уже никуда не хочется двигать. Хочется вот в такое время. Сейчас время 11. Вот, вот в это время самая карта тут ходить, выезжать. И день вот так вот. Еще к брату в гости хотелось ходить. Ой, вообще, надо обустроить уже скорее Кристинкин, Кристинкино гнездышко. И ходить на шашлыки туда. Там делать шашлыки. Бассейн бы поставить. Только за ним надо ухаживать. Вот, вместе нам. Ну что, мои хорошие, захожу я сейчас в Инстаграм. Я в Инстаграме переписываюсь с девушкой, с которой записалась. Она, оказывается, вчера мне писала, что у нее вчера вечером есть окошко. Но мы в это время уже с Кристиной вышли в кино. И я даже, ну, не заходила в Инстаграм, не читала переписки. Сегодня только утром прочитала, что вчера было окошко. А сегодня я пишу уже, что говорю, ой, только прочитала, траля-ля. А мне говорят, что сегодня не получится меня принять. Получается, что моя уже мастер приехала с отпуска, а я к ней же и пойду. Вот, я сейчас жду, чтобы она меня записала завтра на 10 утра. А сегодня, получается, все свободно. Вот, соответственно. Надо, конечно, и видео снимать, и делать дела. Но на улице такая шикарная погода, что хочется просто отправиться и отдохнуть где-то. Вот, и думай. Сейчас брату позвоню. Там Кристинка с Денькой играют, если крики. Так, Денька дышит. Все, утренние процедуры у нас уже чуть легче становятся, да? Молодец, умничка. Сам себя лечит уже. Серьезно какое. Горлышко лечится? Нет. Кстати, очень вкусный кофе. Я не знаю, то ли я сам кофе добавила, там, ну, вкусный кленовый сироп или что-то такое. Ну, молочко мне прям нормально это, то есть можно заменять. Кристиночка тоже вон сидит, пьет кофе. Ну, что мы будем тусить сегодня? Как скажешь, я в домике ютуб, ютуб-домик, как тик-ток-домик. А, ютуб-хаус. Ютуб-хаус у меня. Для двоих. Почему? Третье. А, вот третье, подрастающее поколение. У нас тут целое, ну, хаус конкретно, да? Ютуб-фэмили-хаус. Поехали. Инда-хаус. Так, короче, ладно. В общем, отменились мои эти ногти, и все-таки у нас сейчас что-нибудь созреет. Ну что, мои хорошие, я немножко привела себя в порядок. Еще не накрасила, сейчас накрашусь. Волосы посушила, искупалась. Чуть-чуть поднакрутила. Ну, так, прям легкую волну сделала. Вот, так у меня на голове сегодня. Сегодня же день блогера ждала, в курсе все поздравляют друг друга в Инстаграме. Вот. А мы думаем, как же все-таки провести время. Позвонила брату, написала точнее, он сказал, что они тоже собираются куда-то в сторону озера, что-то я не знаю куда. В общем, ну, Кристина пока занимается, я думаю, я успею еще видео снять. Да, я все делаю быстро. Ну вот, я и накрасилась. Совсем другой человек, согласитесь? И чувствуешь себя сразу по-другому. Пойду, наверное, быстренько сниму видео все-таки. И вернусь. Ну что, мои зайки, мы никуда не вышли в итоге. Две мои? Половина. Половина сейчас пятого. Полдевятого, ты говоришь? Полпятого. Ну, так мы еще и ты... В смысле, позже. Мы еще никуда и не выходим, мы сидим вот в домашнем. Ты ничего не говоришь. Я тоже села... Потому что у меня уже желание пропало. Все, вот смотрите. Все, все, что говорит себе. У меня пропало желание. А ты помимо тебя, у нас еще был голос. Этот голос болеет. Вообще. Его дело маленькое. И кушай давай, Дэнь. Ну-ка, кушай, мама приготовила там ням-ням. А Кристина, она такая, ну, мне все равно. Могу дома, могу поехать. Вообще, мне надо еще монтировать и... Так, давай. Ну, то есть, понимаете, есть человек, который там унициатор, он как-то давай, давай. Слушай, я встала, говорю, давай, поехали, солнце светит, поехали. Кристина встала. Да иди, а потише, блин, нифига не смешно. Короче, Крис, конечно, говорит, типа, я встала, давай, пойдем. Это я встала, сходила за молоком, пришла и говорит, там такая мега погода, пойдем. А она, ну, мне надо позаниматься еще часок. Начала она заниматься только через два часа. И все эти два часа я ей говорю, иди занимайся, иди занимайся. Не верьте, не верьте, не верьте. Потом она позанималась часок, параллельно еще делая дела. Может, даже два часа прошло, кто его знает. И сейчас она сидит такая вот, могу ехать, могу не ехать. Нет, ну что я могу ехать? А я не хочу ехать. Я не могу с собой создавать. Я с Селеной не могу совладать. Вот выдумщик. Я не понимаю, что ее вчера в Мамачоле сказала то же самое. Ой, выдумщик. Что, человеческие качества? Вот так вот, девочки, и рождаются выдумки. Со мной не может совладать, говорит. А что со мной владать? С утра зову, пойдем куда-нибудь. Если бы мы не легли поздно, не смотрели твои видео. А теперь пошли отмазки. И не слушали твои песни. Что мы поздно легли, слушали твои песни. Как будто я заставляла. Конечно, принудительно привязала. Короче, да я к тому, что... Не, кайф было сходить, но может быть оно и к лучшему, что мы не пошли. Все равно трата денег лишняя. Куда пошли полпятого, Крис? Куда пошли? Не хочу я никуда уже идти. У меня уже нет желания. Просто погуляюсь. Мне уже кажется, что там очень жарко сейчас, например. А дома хорошо, так прохладненько. Сейчас сяду монтировать видео, и ты садись монтируй. У нас вообще делов много. Мы вот так вот, знаете, не так, чтобы прям все сделали, молодцы, гулять. Нет, просто желание возникло. Хорошая погода. Понимаете? Ну, все затянулось так, что уже охрен бы с ним. Может, и не надо. Завтра еще в 10 часов на ногти. А если Денька в садик не идет, то я бы спала до 10, до 11. Денька в садик идет? Скорее всего, нет. Не знаю. Но он не кашляет в течение дня. Но иногда раз и закашляет. Даже не знаю. Что делать? Короче, мы, походу, до ума остаемся. Виталик с Настей поехали на озеро вообще. Ну, они только с моря, им кайф покупаться. Но мы, конечно, вот такое с кашлем купаться не будем. Я еще думаю вообще, стоит ему уходить на улицу или стоит дом побить. Мы в конце концов... Опять она меня нажать. Хитрая. Что такое? Кто плачет? Короче, мы сегодня так работали. Мы в тик-ток засняли... О, давай, как мы там делали? Мы засняли туда этот... Шок-конфорт. Да. Мы раз... Раз сто мы станцевали, чтобы это видео отправить в тик-ток. Сейчас покажем. Я подпеваю, мы танцуем. Только мы были с другой стороны. Ты можешь вдруг это перепутать все. Нам тут четко все должно быть. Итак, и раз, два, три. Там точно никого не найдут? Не уверена. В общем-то говоря, мы на рыночек пришли, а здесь уже все закрыто, клубнички, остатки только остались. Ну, я смотрю, какие красивые зонтики, смотрите, как мило, да? Красиво у нас тут на рыночке. В общем, есть еще один ларечек, рядышком. Кристина! Ты меня слышишь? Я тебя слышу! А мне кажется, нет. Мне кажется, я лучше чищу. Вот где Деня? Опиратно! А Деня вот он! Так, идем за клубникой. Я не теряю надежды на черешню и клубнику. Я надеюсь, в нашем ларьке все-таки будет что-то. В общем, доехали мы до вот такого красивого фонтанчика. И Денька хочет плавать. Зайдет кашель, плавать нельзя. Короче, любуемся красотой. А дети уже... Это у кого кашель, а не День? Они плавают. Гуляем. Светло, как днем. Идем! Прогуливаемся. Такой красивый свет, яркий. Надо сфотографировать. О, ну что, насобиралась тут 1500 пакетов. В общем, что я заказала в Ленте. Да, заказ в Ленте я делала. И мини... Мини вот такие вот эти... Чего это мини? Мини... Блин, да что это? Болгарский перец, мать его! Заказала мини болгарский перец, 500 грамм. Я не знаю, сколько тут вышло. Да что ж такое все с рук падает. А, оно все разэтывалось. Вот оно как должно быть здесь. Смотри. Да это какой-то не мини, ни хрена. Это максим. Ладно, мини. Вот такие мини. Перец. Потом надо приготовить с шампиньонами. Мне понравилась курочка есть, надо разморозить. И еще я заказала в Ленте. А вот от Гин вышел. Как он сказал? Как я говорила, он называется, Крис? Бак... 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 Батат? Да, Крис. Я говорю, Крис, что это такое? Она говорит, похоже на картошку, только слаще. Типа сладкий батат. Что-то было написано. Я куше взяла на пробу. Тоже можно запечь его и попробовать. Что к чему. Так, яйца Кристинка забрала уже, готовит. И... Две пачки хорошие и большие яйца. Две пачки большие и хорошие яйца, да. А еще спасибо за заказ. Будем рады отзыву. Искренне... Это еще нам подарили, что-то? Что такое? Подарок. О, это подарок. Представляете? Не молоко маленькое подарили. Что здесь? Овсяное, наверное, да? Не молоко. А что здесь? Сейчас и гляну. Не молоко. А что за вкус? Ладно, попозже. Короче, йогурт взяла, Деньки. Лобасу взяла вот такую вот. Вообще, все время хочу заказать по акции пельмени. Овсяно-фруктовый экзотик. А, нет. Это вообще, смотрите, овсяно-фруктовый экзотик. Это что-то новенькое. Надо попробовать. Это даже, по-моему, не для кофе. Блин, мелочи приятные. Слушайте, прикольно. Вообще не чувствуются овсянки. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, но чувствуются. А в целом... Это бокало? Просто, да, вот этот напиток, вот такой кислород. Как будто сок пью, манго. Вкусненько. Немножко гречки отдают. Ну, наверное, это овсянка, да? Но вот гречки чуть-чуть отдают. Я кофе гречневое заказывала. Короче, вот чуть-чуть заказала. А вот мы зашли в ларек с фруктами. И в фруктах я заказала персики. Они прям мягенькие, как я люблю. Надо скорее есть. Клубнички. Клубнички постаралась заказать на раз. Она очень мягкая, прям надо ее готовить. Она, по-моему, придавилась там, глянь, и все потекло уже. Заказалась эта числа для Дэнки. Ну, и мы поможем ему. Глянь, она тоже придавилась к рису. Мы, по-моему, персики положили вперед. Она как-то персика с пакетом вела сюда? Вообще нет. Я нормально себя вела. Эта девочка складывала все. А надо было вот черешню вниз положить, и персики вниз, а сверху клубнику. А это оно, видишь, как-то непонятно. Ну, короче, всего по чуть-чуть взяли. На 920 рублей вышло вот это вот чуть-чуть. Что-то дороговато, мне кажется. Но пакет был тяжелый. Так, ну что? Все, Дэнка кушает клубничку. Вот так вот он кушает. Я потом за ним доедаю клубничку. Уже весь в клубничке нахрен. А вот эту будешь? Тоже твоя любимая ягодка. Сладкая попробую. Нравится? Да. Ну, кушаем. Черешню ты, наверное, не будешь, да? Не очень любит черешню. Тоже не дать? Ой, какой грязненький. Ну что, мои хорошие, сегодня день блогера, и, конечно же, мы его отметим. Это же наш день. И сегодня Кристину я буду угощать запеченными густем с яблоками. Я сегодня буду Кристину угощать тем, что давно покупала и еще не открывала. Та-дам! Как для себя? Мортель ВС. А я купила еще в фикс-прайсе бокалы специальные для коньячеллы. Так что сейчас мы с Кристиной затусим. У нас тут рядом не молоко, фрукты, да, все дела. Вот такая красота. Ла-ла, попробуем. Сказали, что он прям для девушек такой там с нотками какими-то. Я особо не разбираюсь, потому что я нихрена не пью, но интересно попробовать. Да не надо. У тебя красивее, Ира. Налили. Приступаем. Ой, ну что, мои дорогие. Совсем недавно, кстати, разговаривала со своей подписчицей, и она говорит, вот удивляюсь, типа девчонки никогда не гуляют, не тусят, не выпивают, не курят сигареты. Как вот они расслабляются, как вот они отдыхают. Вот. Ну, типа, вот как вообще вот так? Как расслабляйтесь, если вы не пьете? Вот. А я говорю, да мы отдыхаем и расслабляемся точно так же, как и все. Просто, во-первых, мы делаем это редко, а во-вторых, мы это еще реже снимаем. Вот. Мы снимаемся тогда, когда мы это делаем только. Ты все время, ты 24-сто со зрителем. Я стараюсь все это дело не снимать, потому что, ну, зачем вообще? Кому это надо? Но сегодня есть повод, сегодня праздник, и тем более хороший, не дешевый алкоголь всегда не грех показать. Вот. Кстати, я коньяк, вообще его нужно пить, я помню, как-то я проходила курсы, как пить праздник. Коньяк. А вы помните, я училась даже курить, но мне пошло, и я еще училась курить сигары. Такое себе сомнительное удовольствие, я вам скажу. Где цветок? У нас же все красиво. Смотри, где цветочки есть. В общем, сегодня день блогера, и коньяк обычно греется в ручках, вот так. Это специально, кстати, бокал для коньяка, я купила в Фикс Прайсе, да, в обзор на втором канале. Вот. Коньяк греется в ручках, он никогда ничем не разбавляется, так же, как и виски, нужно пить все так вот. Короче, вообще с ножкой еще есть такие бокалы, и обычно вот так вот держат, их бокал правильно, вот так держат, и греют коньяк. Во всяком случае, меня так учили, может быть, сейчас и по-другому как-то пьют, со льдом, с колой, я не знаю. А как нравится? Да, и типа с сигарой. Я представляю, какой-то урон, я пробовала так, какой-то урон по этому, по здоровью. А как по 10 таблеток с пачки пить? Но вообще коньяк из всех, по-моему, алкогольных напитков, да, он же натуральный. Если коньяк, ну, есть же еще коньяч, пишут коньяк, а там диссиллянт. Не, ну, у нас точно коньяк, у нас не диссиллянт, или что там. Я к тому, что он даже бывает полезным, как успокоительное, как кроверазжижающее, все время пил, он активировал мозговые клетки. Ну, короче, что во всем нужна мира, да, и, конечно же, что это может даже быть полезным, как микстура на ночь. Я уже 2 или 3 дня не пью успокоительное, и я подумала, что как раз к празднику можно на ночь 50 грамм коньячка. Так, еще у нас клубничка, тут эта вот шудынька не доела, голубика, черешня, мы тут подготовились, не знаю, даже у нас спонтанно с Кристиной получилось, дорогая Мага, я тебе поздравляю с нашим праздником, с нашим днем, пусть все у нас будет замечательно, каналы растут, просмотры растут, наши девочки, наши зрители нас не покидают, приходят и остаются навсегда, пока смерть не разлучит нас. Никако с нами. Да, и за контент, за новые идеи, за рост, за возможности, короче, за нас и за всех блогеров, и за всех блогеров, которых мы знаем. За вас, за ваше здоровье, за ваше счастье, за наш успех, за всех, наш успех каждому. За нас, за вас, каждому по кайфулям, желаю. И за газ, как говорится. Кстати, хочу попробовать, как это не разбавляет. Вообще, с лимоном всегда я была. Он, кстати, не холодный, он у меня стоял там, коняк, такое дело, неприятное пойло. Но он должен согреть, там что там. Он должен согреть. А, еще когда болеешь, тоже он может очень хорошо взбодрить, согреть. Я, кстати, помню, как-то зимой, когда мне было 13 лет, я шучу. Нет, но я была молодой, там 18-20, я не знаю. Достали лимон? Я помню, есть лимон? Ну достанем, там лимон и лилаем. Да, лимон есть. Ну иди доставай. Хитрая, достанем. Я тут все накрыла, все сделала, смотри, красоту навела. Она говорит, лимон есть. Это уже твой холодильник, такой же, как и мой. Короче, я к тому, что, и я как-то согрелась, вот каким-то крепким алкоголем, таким. Раз-два, буквально два глотка, и просто изнутри пошло все, ну аж прям потеплели руки и ноги. Так что, вот в лютый мороз, это дело. Наверное, для кого-то я говорю обычные вещи, как белое-белое, черное-черное. Это не пропаганда абсолютно. Да, я не за пропаганду просто этих всех вещей. Я просто за... Не за пропаганду? Хороший отдых. Здесь мера. Я просто... Представляете, вообще, свет включен. Я говорю, Крис, давай сериальчик наш любимый посмотрим. Потом так охренак свет выключили. Думаю, гля, романтики вообще. Это, кстати, я тоже свечу купила, новинка в фикс-прайсе, девочки. А-а-а-а! А-а-а! Ну, ё-моё! Мне кажется, мне надо будет вообще выключить свет, даже тот. Такая будет яркая свеча. Огнилая. Я не знаю. Сейчас попробую. Пожар. Блин. Ну, какая она красивая. Она так пахнет. с ароматом теперь комплект вообще когда можно еще есть аромат он не вкусно но как духи какие-то но не сладкий запаха приятный такой легко уловимый французские духи в общем уложила дыньку спать же ощущение такое ну выпили мы сколько по 50 грамм выпили или ты 100 где-то выпила я 50 до имея больше 50 выпила тоже где-то под 100 реально ощущение что ты выпивший вообще нет вот я ясно стеклышко просто и крестила смотрю тоже не просто жарко до жарко но внутри какое-то спокойствие я прям лежу такая знаешь вот прям утром настолько расслаблено кайф что же все да и не хочется даже как ну да мы поели вкусненько все такое денечка спит как хочет поговорить и я тоже все еще слежала куклы вот говори она обедливая да а это мы в сериале это мы же смотрим сериал короче денька быстро уснул я смотрю что кашляю уже лучше он откашливается и он кашляет не часто он реально кашляет вот очень редко да ну реально очень как бы я думаю что он пойдет завтра в садик я проснусь и прекрасно я утром и вечером делаю ингаляцию два дня купить такую штуку полезная штука очень да если вы хотите знать мое мнение лично мое мнение если вы хотите знать конечно мы все очень хотим взять крестюшечка твое мнение месяц назад болела и мне прописали ингаляцию и думаю блин лишь детям делают и мне прописали именно вот лекарства там всякие короче а подружка моя приверженцы народных средств и вот она говорит кристина даже просто картошкой оказывается дышать над картошкой да вот кто вот я сама за народное средство но есть сухой пар а есть как-то водянистый короче есть такие заболевания от именно бронхи там легких короче но как-то там отличаются что если тебе говорят делать ингаляция то должна быть ингаляция а не дышать над картошкой картошка это тоже хорошо ну короче разные случае есть какой-то сухой пары есть мокрый поэтому ингаляция это не только для детей вот эта штука как у вас я так нельзя просто прописывали и никогда не прописывали но мы главное такое я купила лекарства они там не дешевая по 1000 полторы 22 флакона у меня было там простыла сильно а этой штуки не было мне еще подружка говорит может у селены спросишь мне кажется это очень личная вещь и даже не стала спрашивать хоть как ты будешь ехать к селению она должна быть это тоже самое что трусы попросить мне кажется это реально постараться мне кажется ну сколько она по 2000 будет стоить в аптеке мне кажется стоит ее приобрести чтобы она была дома следующий раз никакие не таблетки а конкретно такая штука ну вы лично мое мнение то костюша мне кажется вот мало кому что америку открыла что-то для детей крестюша просто сказала о том что она думала что это для детей только и так и не купила себе ингаляцию кто на рекламу красиво красивая девочка там ходите смотри так слушай что за путь нормальный путь короче я к тому что ингаляции помогают все хорошо первый день что не очень так пострадала сегодня уже второй день прям перед садиком можно сделать еще ингаляцию и потом после садика еще ингаляцию как раз три дня получится и замечательно только надо будет докупить это я купила одна осталась может быть кстати одну и хватит нам доктор сказала два-три дня там посмотрите температура него не повышалась все замечательно время конечно поздно уже монтировать видео хотя надо завтра блин я встану офигеть а завтра я встану и времени не будет мне ногти на будет пойти делать и только аж после ногтей я смогу помонтировать видос и выставить его я не знаю круче что делать но я постараюсь сделать быстро вот крис что-то причитает а хочешь завтра я сама сейчас таком состоянии расслабленном что я не представляю сейчас сесть сконцентрироваться и начать монтировать а более того денька спит ты милу кормила ребенок есть хочет просят и свечи и она ты слышишь как она говорит кристина кристина короче вообще кошка ее гоняет кристина гоняла я крик рис давай наладь с ней отношения начни ее кормить любимой ее едой но как бы бери новую наверно в холодильнике нет подожди а в холодильнике нет поменяли виду а ну все давай тогда новую открывай и крысинка начала ее кормить и мелко перестала гонять кристина мила не перестала кристину гонять но кристины перестал меньше гонять убегать то она вообще целью представляете она стоит в ванне кристина покажу как они сейчас дружат и расскажу историю короче ребенок ребенок уже устал тебя просить скоро будьте гонять я хотела рассказать историю что как все происходит у них обычно кристина идет например в ванну чего-нибудь там делает делает а милка сядет на пороге и чтобы кристина вышла с ванной она кричит селена я что такая ну мило стоит на проходе как знаете я кузнечков боюсь я помню что в дом не вошла потому что не кузнечка саранча саранча сидела на пороге соляде и я ждала чтобы кто-то и убрал я просто не могла перешагнуть я думала что он прыгнет на меня так и кристина она ходит задом не поворачивается из туалета из ванны из комнаты на боится войти она просто она не знаю а милка она у меня хитрая девка видит боятся тут такая самоутверждается гоняет кристинку я крис кошка маленькая ты большая кто кого должен больше бояться покажи горе стилу ей власть нет косинки нравится больше зачем били просто не боятся и просто не боюсь но этот эффект внезапно ты ее просто боишься два момента если ты из ванны выйти не можешь когда она сидит пороги своих шрамов от своих котов царапин до сих пор еще поставили с лишний раз я это не боюсь но она же тык наш играется не понимает как играть вот денька она играется нормально а тебе на шрамы будет оставлять не хочу да какое зачем и обиде и на обиде как я должна не бояться как я должна показать внутренне боятся она чувствует в общем ладно по глоточку еще и спать тебе хватит ладно крошки мы параллельно тут смотрим еще мир дружбочка я думаю надо закончить наверно влог уже потому что сейчас мы досмотрим серию и пойдем спать поэтому все события никаких не будет клуба тусовок друзей кучу не будет вот еще раз поздравляем с праздником всех всем роста вообще знаете мне как день рождения мне хочется желать всем добра здоровья так и день блогера мне кажется а мне хочется не только блогером а всем пожелать пусть у всех у нас будет рост независимо от того на блогеры или нет пусть жизни все у нас получается хорошо кем бы мы не были все его следует целую кристинка тоже всем пока пока до следующего влога и и и и и и и